Антон Ракицкий в каратэ с 8 лет. Родители отдали парня в секцию, чтобы тот смог постоять за себя. Тренировался в Щелковской детской юношеской спортшколе. Сегодня это муниципальная школа Олимпийского резерва, где теперь работает тренером. Занятия проводит на татаме в спорткомплексе Подмосковья. Правый, левый представные по команде смена. Развернулись, отжались, прыгнули. Родители привели меня в единоборство. Сначала это был год кикбоксинга. Потом в Щелково появилось каратэ. И с того момента я начал заниматься каратэ. Проснулся азарт. И хотелось еще, еще. Хотелось больше, хотелось сильнее. Хотелось быть чемпионом. Азы боевого искусства Ракицкий постигал в начале 90-х. Тогда каратэ в стране только пробивало себе дорогу в большой спорт. От желающих научиться мастерству не было отбоя. Впрочем, как и сегодня. Как всегда, на соревнованиях по каратэ очень большая конкуренция. Поэтому, получается, где-то годам к 15-16 мне удалось выполнить норматив кандидата мастера спорта. Удалось войти в состав сборной Московской области. Удалось выступать на первенцах России по юниорам. Из искусства самообороны каратэ трансформировалось в то, что мы видим сейчас. Олимпийский вид спорта со своими жесткими правилами. Карьера выступающего спортсмена Антона Ракицкого неожиданно оборвалась в 20-летнем возрасте после серии травм. К тому времени каратист получил начальный тренерский опыт и сделал непростой для себя выбор в пользу наставничества. Сейчас акценты сместились именно в сторону спорта. Потому что вид спорта достаточно динамично развивается. Вид спорта включен в программу летних олимпийских игр. И зачастую, когда находишь контакт с родителями по поводу того, что давайте будем воспитывать чемпионов, это дает хорошие плоды. Антон Николаевич вдохнул жизнь в Щелковскую федерацию каратэ. Создал детско-юношескую федерацию для продвижения спортсменов на региональном уровне. Но главным были и остаются медали. За последние 10 лет Ракицкий при всесторонней поддержке Щелковской школы Олимпийского резерва подготовил 30 кандидатов в мастера и троих мастеров спорта. В августе прошлого года Иван Сергеев, Егор Маргачев и Виктория Ражина привезли награды с проходившего в Калининграде первенства России среди юниоров. Шестеро кандидатов выступают в сборной Московской области. Трое – защищающие страны. В их числе – 26-летний Кром Максумов. В секцию изначально привела меня девушка, которая занималась каратэ. Это еще было… Я был во втором классе. Я когда сходил на первую тренировку, и мне очень понравилось. Это искусство. Ты учишься каждый день, ты постоянно чему-то новому. На первых же соревнованиях в Щелкове и Кром взял золото. Таким сильно было его желание понравиться тренеру. Весомая награда – победа на всероссийских соревнованиях «Невский факел» в Санкт-Петербурге. Подопечный Антон Ракицкого блестяще провел четыре боя и вышел чемпионом. Отличный старт для молодого спортсмена. Я ходил в разные секции и смотрел, кто как-то преподает. А вот именно когда я пришел сюда и посидел, посмотрел полчаса первого начала тренировки, и почувствовал себя как дома. И вот я понял, что я хочу здесь заниматься. Но нам главное тренироваться и показывать результаты. В марте Министерство спорта России присвоило и Крому Максумову звание мастера спорта. Он стал первым в Щелкове каратистом, получившим такое признание. И Кром Максумов и Антон Ракицкий представляют городской округ на областном конкурсе Министерства спорта. Лучшие по профессии в номинациях «Спортсмен года» и «Тренер года». Победа в нем означает общественное признание достижений спортсменов. Поголосовать за Щелковских каратистов, а также других спортсменов, работающих в учреждениях спорта округа, может любой. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте живуспортом.рф и выбрать из списка понравившиеся кандидатуры. Интернет-голосование открыто до 23 октября.